Солнечная гонка Проводить в долгий путь солнечные болиды собрались сотни жителей Дарвина. И не зря. Есть на что посмотреть и чему поудивляться. Ведь эти автомобили совсем не похожи на привычные модели. Это скорее средство передвижения из фантастических фильмов. Но главное не это. Электромобиль друг экологии, а значит и друг человека. Да, наши автомобили пока не могут разгоняться до больших скоростей. Но, во-первых, в современных городах это не особо нужно. А во-вторых, у солнечных болидов всё впереди. И когда-нибудь мы обгоним гоночные машины. До финиша пилоты должны преодолеть почти 3000 километров. В возможностях своих автомобилей команды не сомневаются. Заминка может быть только в длительном отсутствии солнечного света. Однако метеорологи успокоили гонщиков. В Австралии весна и недостатков солнца не ожидается. Езжайте на здоровье. А вот электромобили нового поколения, которые создала группа швейцарских студентов, и сейчас вполне могут поспорить с болидами первой формулы. Уникальность такой машины в том, что для достижения скорости в 100 километров в час ей нужно менее двух секунд. Ну а маневренности такого автомобиля могут позавидовать и гранды автоиндустрии. Этот двигатель мы начали разрабатывать ещё пять лет назад. Теперь он полностью готов и произвёл настоящий фурор машиностроения. Да и аэродинамика нашего автомобиля просто уникальна. Об этом говорят все специалисты. Я горжусь нашей работой. По словам молодых инженеров, их разработками уже заинтересовались представители формулы Е гоночной серии на электромобилях. И как знать, может быть в скором времени экологические кары полностью вытеснят из календаря соревнований и королевские гонки. С одной стороны жаль, а с другой здоровье планеты важнее. Павел Полищук, МИР24. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА